Всем привет, с вами Игорь. Вот, сегодня расскажу, какой у нас был холоднючий месяц май. Ну, в принципе, такое же и начало лета. Очень холодно. И в конце покажу, какой я сделал щиток для своей солнечной электростанции. Щитовую, обновленную, так сказать. Ну, что я уже показывал. Вроде бы показывал, как я ее по-новому сделал. Но сейчас я ее обновил, там все настоящие автоматы. У меня стоят там постоянные тока. Ну, все такое. Контакты. Короче, покажу в конце. Итак, вот, какие у меня впечатления о месяце мая 2021 года. Это на будущее. Кто-то будет смотреть там. Ну, такие впечатления очень холодные. Да, месяц оказался очень холоднючий, дождливый. Ну, дожди практически каждый второй день каждый третий день. Это идет дождь у нас. Идет, идет и идет. Я на огород не могу выйти. Там было время, что оно немного подсохло. Потому что у меня грунт такой глинистый. Ну, не песчаный, а суглинок типа. Ну, не чернозем. Это суглинок. О, если дождь пройдет такой нормальный, то туда выйти невозможно. Оно такое болото там. Там можно лапки все оставить. И все, все, что одет. И можно босым прийти. Оно все загрузает. Вот. И, ну, там были деньки такие солнечные, чтобы подсохло. Я успевал там пополоть. А сейчас вот уже неделю я не могу выйти в огород. Ну, что, холодно и дождь. Вот сейчас вот смотрел начало лета. Сейчас у нас уже первые числа лета. В коллекторе у меня градусник стоит. 12,7 градусов, товарищи. 12 градусов и 7 десятых. На улице, в коллекторе у меня сейчас. Ну, сейчас утро, правда. Ну, оно, если такая будет целый день погода, то оно целый день будет там. Ну, может, до 15 поднимется. Ну, 12 градусов. Это вообще. Это холодно. Это очень холодно. Для мая месяца. Для лета. Начало лета. Это... Я вот в конце апреля тоже видео у меня было. Отчет по апрелю месяцу по солнечной моей альтернативе. Я говорил уже все. Заканчивается отопительный сезон. Как я там сказал. Да, отопительный сезон объявляю закрытым. Потом через 3 дня похолодало. Ну, как раз вот такие были тепленькие дни, когда я это вот видео снимал в конце апреля. О, потом похолодало. Через 3 дня я пошел опять повключал все свои обогреватели от солнечной электростанции. Ну, что холодно. Холодно, товарищи. В доме... Ну, в доме не то, что холодно. В доме просто некомфортно и начинает сырость появляться. Если вот эти вот постоянно дожди, 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 то уже как бы не очень это интересно и хочется какой-то обогрев включить. Ну, коллектор тоже работал. Работает, когда солнце есть. Но сейчас уже солнце довольно высоко. Оно сейчас падает. Вот если мой коллектор вот так вот стоит, то солнце сейчас вот примерно вот так вот лучи падают. То есть, вообще скользят. Он примерно так даже запускается у меня где-то в часов аж 11. начинает работать. Это если есть солнце. Вот. И так вот он не перегреваясь, чисто так работает. Ну, нормально работает. Просто так как мне и надо в это время. Вот. Потому что шторки я еще так и не сделал на него, чтобы закрывать его на лето. Вот. Надо еще найти кусок брезента какого-то подходящий такой, чтобы закрыть. И не знаю, закрою ли я и вообще на это лето. Ну, посмотрим. О, а солнечная электростанция тоже, я вам скажу, очень хорошо помогает. 8 киловатт у меня, кто не знает. Уже теперь солнечная электростанция было 4 у меня только на крыше. Теперь у меня, если все взять, то 8 киловатт. И такая мощность даже в пасмурные дни, такие дождливые, вот, плохие, довольно неплохо дает. Ну, мне хватает днем на электроплитку еду сварить. Хватит там, или, если я не варю, там, то просто греют мои обогреватели, там, эти киловатт, полтора, до двух. Вот. Такую не солнечную погоду у меня есть. Вот. Так что, я доволен от своей солнечной электростанции. Так бы мне пришлось бы там или дровишками протопить, ну, чтобы хоть как-то там комфортнее стало. Ну, не то, что я говорю, в доме не то, что холодно, ну, просто как-то хочется протопить теплее. Вот. Бойлер-то у меня все время греется, вот. А обогреватели я могу включать или выключать. Если я выключу обогреватель, у меня просто греется бойлер. Вот. Там он свои, там, 300-400 ватт берет. Вот. У меня всегда горяченькая водичка, там, 400 литров. Вот. На целый день отлично нагревается, потому что у меня два поля на юг и на запад. Ой, юго-восток и юго-запад. Вот. Так что, мощность у меня нормальная держится теперь целый день. Я и утром, и вечером могу и варить, и еду, и все такое. Так что, это, кстати, неплохая замена трекера. Если поставить просто больше панелей, один массив на юго-восток, а второй на юго-запад. Очень хорошая, я считаю, замена такого трекера поворачивающая. Я думаю, при наличии достаточной площади на территории, это будет даже выгоднее, чем трекер. Так как капиталовложений меньше, нет этой механики, которая имеет свойство ломаться, там, мазать ее, следить за ней, переживать, что вот эта вся площадь, она под ветром, там, куда-то нагнется, упадет. Вот. Тоже это просто купить два раза больше панелей, если там, например, 4 киловатта, да, хотите купить, на трекер поставить, то купите лучше 8 киловатт и поставьте 4 на юго-восток, 4 на юго-запад. Это будет намного лучше, я считаю, чем трекер. И по выработке максимальной, и у вас и утром, и вечером будет нормальная мощность, а по деньгам это будет дешевле, я так думаю. Так даже не думаю, это точно, наверное, будет дешевле. И проще по реализации в смысле это все сделать. Потому что проще намного поставить панели на какой-то стол или опоры какие-то простые, чтобы, ну, только, чтобы, может быть, менялась зима, лето, чем вот это городить вот этот трекер поворачивающийся. Ну, это для меня это очень сложно, я не знаю, как для кого. Так, и ладненько, хватит уже про холодный наш месяц май, пойдем сейчас смотреть какой у меня щиток новый. Итак, вот я возле своей новой щитовой, вот как это я все организовал, на металле у меня все, как мне и советовали, что на дереве не надо это все держать, ну, что у меня уже, кстати, вот метр горел. Вот здесь вот он у меня стоял, вот этот вот метр, и он сгорел. Кстати, я сейчас покажу, что именно в нем сгорело. Вот, видите, вот такой вот, сейчас я ее отверточкой укажу, вот он, вот он горел, вот этот вот черный пиптик, я не знаю, что это такое, но видно, по-моему, да, что возле него такое темное место. а все остальное тут вроде бы целое, ничего тут больше не горело, как, я так смотрю, все целенькое, блютус-модуль, все, все тут нигде, вот это вот темное место, только вот возле вот этого, вот, вот этой вот штучки, видите, вот это, ну, не знаю, можно ли его поремонтировать, жалко, конечно, вот метр хороший, проработал у меня немного больше года, вот, вот она, вот эта штучка, да, вот эта вот, она даже шатается, да, скажите там, если кто-то разбирается, подскажите, можно ли его сремонтировать, ну, симптомы какие, от сети он получается, от панелей он вообще не работает, но он может питание брать от панелей и от аккумулятора, он сам выбирает, если там выше определенного напряжения, он переключается с аккумулятора, вот этот вход для аккумулятора 12 вольт, на питание переключается от панелей, но если ниже там определенного порога, то он опять берет с аккумулятора, то если получается от сети он, ну, я говорю так, от сети, от панелей он не работает, а от аккумулятора, когда я подключаю аккумулятор, он замыкает как-то тут аккумулятор, просто, сам на себя замыкает, начинают там провода плавиться, а табло загорается, а потом так медленно тухнет, наверное, связано с падением напряжения, вот такие вот симптомы, я не знаю, за что он отвечает, вот эта вот штукенция сгоревшая, ну, короче, пишите, кто разбирается, вот, а я поставил новый, вот сюда вот, ваттметр, у меня сейчас стоит, подключил два поля, вот уже красиво подключил, вот у меня вот это поле, что с крыши, через вот такую вот штучку, а это поле трекер, трекер, крыша, вот это, и тоже у меня синеньким и красным, синим проводом, для себя, удобно, чтобы не путаться, где плюс, где минус, вот получается схема какая, поле зашло, плюс-минус, минус пошел через ваттметр на автомат, а плюс сразу на автомат, ну, потому что вот этот вот метр, он минус через него пропускается, плюсик, вот он запитывается с этой стороны, тут можно тоненьким проводом, это питание получается у него, ну, так ему надо, чтобы мерить, он без этого контакта, он работать не будет, вот, плюс еще отдельно питание от аккумулятора, запитал два ваттметра от одного уже аккумулятора, уже, как бы жизнь научила, вот, поставил вот такие вот автоматы постоянного тока, Томзен, ну, такие нормальные автоматы, вот, по-моему, я их правильно подключил, смотрите тут, если не правильно, то пишите, плюс-минус, вроде бы правильно, подключил я их, вот, два таких автомата, те я поднимал, для переменки, я их пользовал, но они все равно, ну, на первое время, если у вас вот таких вот нет, можно поставить обычные автоматы, трехфазные, ну, трехполюсные, там, вот эти вот, сейчас покажу, вот такие вот, у меня кто не видел, стояли, вот, зигзагом подключенные, вот, но они уже, как бы, тоже, начинают подгорать, вот, и мне это не понравилось, уже при отключении, там большая дуга, и все такое, как бы, неинтересно, вот, это мне стало все, вот, и я их заменил, чтобы отключать сразу, и плюс, и минус, а, при том, что у меня еще тот автомат, он отключал только один провод, или плюс, или минус, то есть, хоть он и тройной, но я один пропускал через все три, а этот отключает сразу, и плюс, и минус, это тоже хорошо, и для вот метров, и для всей остальной электроники, чтобы там не минус, или плюс, где-то не гулял, не переходил, так сказать, куда-то, куда ему не надо, вот, тут такая вот схема, видите, простенькая, вот, станция, поле, через ваттметр, то есть, у меня ваттметр, он не отключается никогда, он всегда подключенный, потом на автомат, с автомата на колодку, синий, вот, у меня две колодки, такие, кстати, с Алиэкспресс заказал, очень классные колодочки, мне они нравятся, тем, что можно ее прикрутить, видите, болтиком, или шурупчиком, к металлической поверхности, а сама шинка, вот эта вот, она не касается поверхности, то есть, можно к металлу прикручивать, никакого замыкания, там обычная, вот эта вот, латунная шинка, внутри вставляется, сюда она, это так вот, вставляется внутрь, тут болтики, закручиваются, вот китайские такие, с Алиэкспресс заказал, такие шинки две, это у меня минусовая, а это плюсовая, плюсовая шинка, и сюда уже подходит у меня, от одного и второго поля, два минуса, здесь два плюса, а отсюда уже у меня на нагрузки идут, на все там отдельно, плюсы минус, то есть, у меня практически, если и будет 8 киловатт, то у меня их даже нигде, тут они и не будут так вот вместе, чтобы по одному проводу, и шло 8 киловатт, вот, то есть, вот здесь вот 4 получается, 4 плюс 4, ну, 8 киловатт, это понятно, слишком большая мощность такая, ну, серьезная мощность, не хотелось бы ее, где-то по одному проводу пускать, вот, тут оно опять уже ответвляется, уже пошли вот эти, вот у меня на твердотельные реле, вот это общий, плюс или минус общий, а это на твердотелки пошло, вот такая вот у меня схемка, плюс еще у меня, вот это вот контроль, баланса, так сказать, мощности, чтобы соответствовала мощность, которая сейчас выдается панелями с нагрузкой, но об контроле я уже много рассказывал, смотрите там другие видео, кто первый раз смотрит, у меня там есть, оставлю ссылочку на плейлист, солнечная электростанция, без инвертора и без АКБ, вот, и вот эти вот уже релюшки, они управляют твердотельными, реле, которые открываются на всякие нагрузки, там, на бойлер, а бойлер у меня всегда подключены, у меня они даже, он не выключается, там, маленькая нагрузка для 8 кВт панели, это нормально, можно ее не выключать вообще, она постоянно подключена, а эти уже нагрузки подключаются, по мере того, там, солнце больше, включается первая, вторая, третья, там, напряжение растет, ну, вот по такому принципу, и так же сам она назад не выключается, вот, еще что хочу сказать, вот смотрел тоже вчера ролик Саши Тация, тоже у него хороший канал, кстати, там он солнечная электростанция, смотрите, подписывайтесь, вот, там он рассказывает о своей электростанции, и вот, у него получается довольно низкий КПД электростанции, вот, я, кстати, над этим не задумывался, насчет своей электростанции, а теперь вот, посмотрел вот на свою новыми глазами, так сказать, у меня оказывается, вот эта вот простейшая солнечная электростанция, без инвертора и АКБ, у нее 100% получается КПД, товарищи, 100%, реальных 100%, потерь тут у меня практически никаких нет, преобразования никакого нет, а в инверторе, как мы знаем в инверторах или в контроллерах, там преобразование много теряет, особенно если преобразование с высокого напряжения на низкое, там, например, на аккумулятор, тогда вообще там большущие потери, у этих сетевых инверторов, насколько я понимаю, у них меньше потери, потому что там, ну, он 300-400 вольт берет, например, с панелей, или даже до 500, а 220 ему надо сделать, ну, там небольшое, как бы, преобразование, там меньше потерь, да все равно, я думаю, есть, а вот в этой электростанции, тут вообще никаких потерь нет, никакого преобразования, тут все прямо идет, те самые напряжения, то же самое постоянка, прямо на нагрузку, ни аккумуляторы не забирают, никакое КПД, ни инвертор, ни контроллер, тут ничего не может забирать, вообще ничего, тут все она идет прямо с панелей, только через вот такой вот простенький контроллер, балансир, так сказать, стабилизирующий, ну, уравнивающий мощность панелей в данный момент, и мощность моей нагрузки, вот, так что, мне она, моя солнечная электростанция, так сказать, чем дальше, тем больше нравится, такой вот вариант использования, солнечных панелей, вот, ну, вот как-то так оно получается, да, ну, инвертор я все равно планирую, потому что переменка, это все-таки оно, но я сетевой, вообще-то планирую, без аккумуляторов, сетевой инвертор, ну, что, все-таки, все, все нагрузки не подключишь, к постоянке 220, хотя много чего можно, вот, электроплитка, например, еду варю, электрочайник, я это все показывал в своих видео, кто первый раз смотрит, смотрите, это у меня на, на канале есть, в плейлисте, обогреватели, бойлеры, топители, всякие, вот это все, можно подключать, вот такой вот, простой, несложный, реальный, реально, так вот, для каждого пользователя, начинающий, вот это вот так сделать, очень просто, и мне, между прочим, очень даже и нравится, очень нравится, тем более, что я же говорю, оказывается, у меня, КПД, моей солнечной электростанции, 100%, да, 100%, представьте себе, никаких потерь, ни на преобразование, ни на аккумуляторы, ни на зарядку, ни ТД, ни ТП, ни контроллеров, ничего здесь нет, вот, как-то так, ну вот, пишите, в комментариях, спрашивайте, если что интересно, стараюсь всем отвечать, всем до следующих видео, всем пока,